добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередной выпуск друг карни да сегодня у нас друг карни и друг карни у нас с интересными вопросами которые прислала нам ольга и вопрос про омоложение по инфодайнгу возьмете на друг карни расскажите пожалуйста пути причины омолаживающие действия при работе в инфодайнге заинтересовала в книге инфодайнг счастье верно ли что омоложение как регенерации органов это не совсем омоложение ведь это эффект очень временное реальное омоложение но программное то есть когда перепрописываются программы прошлого прописывается прошлое здоровый сценарий перепрописать прошлое свою очередь можно тоже разными способами эффективнее перепрописывать прошлое или можно прошлое свернуть и развернуть новый вариант и типа прожитого уже сценарии а еще же есть вариант работы с днк и потом будет следующий вопрос смотрите касательное омоложение на самом деле мы выдали очень много и в книгах и в открытый эфир и на курсах и на практиках и эта тема достаточно сложная действительно ольга правильно сказала она состоит из двух этапов первый этап это все что касается физического тела регенерации второй этап это все что касается программного обеспечения человека и это разные этапы и в инфодайнинге мы проходили и один этап и второй этап все что касается физического тела эта работа с состояниями это работа с органами это работа со струнами эта работа непосредственно с физикой и она дает очень быстрый эффект она дает разглаживание мелких морщин она дает хорошее самочувствие она дает когда человеку просто сбрасывают возраст и человек свет за из-за света вот этого изнутри выглядит и кажется значительно моложе да то есть сбрасываются годы за счет вот этого внутреннего света за счет частотного состояния за счет вот этого быстрого эффекта иногда человек может иметь гладкую кожу и вроде бы он внешне не такой старый а с ним начинаешь общаться а он ну вот 30-летний человек а ему говорят а уже за 50 до это все еще и о состояниях внутренних состояниях человека поэтому вот это один момент да тоже то что связано с физическим телом и здесь есть переход между физикой и программным обеспечением человека вот это очень важный момент мы его давали это очень продвинутые курсы когда с этим работают то есть это второй шаг переход у человека есть период регенерации регенерации репродукции то есть когда человек может иметь детей и это очень важный период потому что все что касается омоложения именно через физическое тело с быстрыми результатами она идет в репродуктивный период и если у человека репродуктивный период закончился дальше обязательно надо работать с программным обеспечением то есть программным обеспечением можно работать и нужно работать и в репродуктивный период также но если в этот период можно работать телом и за счет тела а включаются ресурсы и за счет тела ты видишь реальные результаты то уже после определенного возраста получается есть программное обеспечение здесь есть свои сложности здесь есть свои глубины как мы пришли к этим глубинам с программным обеспечением с осознаванием выгоды старости представляете старость выгодно шок на шок да а это так на самом деле то есть у человека уже официально наука говорит что мозг эффективен до 22 лет а начинает стареть и умирать после 27 лет да то есть это уже научные такие публикации идут а на самом деле получается что после 27 включается вторичная выгода в старости зависание но приведи пример вторичная выгода то я сижу болтаю болтаю дети рождение детей странно правда смотрите но это надо конечно почувствовать глубоко глубиной на самом деле рождение детей это уже человек уже вот у нас прописано должны выйти замуж там жениться родиться дети все да и как бы уже там дальше там работа там дальше жизнь а на самом деле рождение детей говорит о том что человек заранее себе готовит вперед примерно после 50 лет сценарий когда уже не надо ему развиваться не надо придумывать новые игры себе придумывать какие-то какое-то движение у него есть готовые игры дети то есть и он семьи детей и у него есть возможность не работать над собой да а играть в их игры то есть вмешиваться всем в семью там сына дочки все и мозг не нужен человек останавливается в развитии ему не надо развиваться потому что он может уже позиционировать себя спрятаться за детей играть в их игры заниматься ими и так далее и первый момент когда происходит момент когда женщина прячется за ребенка это вот момент беременности и родов когда я же должна заботиться о ребенке я не могу работать я только с ним труд уход за ребенком он самый сложный это все мужчина и женщина как бы уходит от движения вперед от развития прячась и выставляя вперед буфером ребенка оправдывая себя правда вот ребенка в рождении вот это запуск в организме в мозге в подсознании старости вот это момент когда все пошло старение а на самом деле запуск происходит этих программ он уже подготовлен он подготовлен когда человек родился и когда он начал осознаваться там после трех лет где-то он видит как стареют и он копирует информацию то есть у него уже скопирована база активация включения этой базы происходит вот как раз с рождением детей и аналогично происходит все равно мы мы общаемся с чужими детьми и все равно это скопированная информация в определенный период в коллективном будет запущен и человек пойдет по этому вот пути развития не осознав моменты вторичных выгод и что лежит под ними а под ними психологии говорит вторичная выгода все а под вторичными выгодами лежат не инстинкты рефлексы и так далее они лежат после вторичных выгод а под вторичными выгодами есть еще два больших слоя в подсознании и вот эти слоя слои и определяют запуск вторичных выгод и это все информационные штуки так вот получается что программное обеспечение по старению она заведомо выгодно выгодно но если посмотреть еще глубже если посмотреть на устройство психики то есть моменты перезагрузочные то есть когда надо снять информацию и загрузить новую информацию то есть точно так же как день-ночь по аналогу да и получается что человеку так или иначе надо перезагружать информацию жизненную но здесь тогда можно регулировать продолжительность жизни то есть она может быть значительно больше ста лет потому что физическое тело при определенных условиях если отключить эти программы может жить значительно больше но все равно инкарнационный цикл нужен без него невозможно как без сна то есть это предусмотрено в психике и без перезагрузки найти пути решения пока вот мы не видим вот этих путей решения но при этом мы понимаем что это можно регулировать временем то есть время может быть и может она регулировать осознанностью то есть осознанными переходами в осознанной инкарнации то есть два пути решения этих вопросов для того чтобы игра была наиболее насыщенно и интересно есть но пока уровень сознания уровень развития человека не позволяет эти оба варианта рассматривать как как серьезная скажем так поэтому в инфодайне когда мы работаем у нас есть разные психотехнические базы по омоложению есть база на сознание есть база подсознание есть база из глубины и самый простой и самый доступный вариант вообще на широкую аудиторию это база вообще работы с физическим телом то есть база работы в реальности то есть в книгах многие вещи описаны но опять таки для работы нужны определенные состояния сознания вот погружение на определенные глубины можно с нами пройти на курсах можно что-то подцепить из книг потому что книги писались когда писались они писались в этих состояниях мы максимально пытались их передать единственное что к ним надо прийти к этим состоянием и здесь должен быть отключен ум мы полностью все делаем на чувствах и получается что человеку самостоятельно двигаться часто бывает сложно сложно в силу активности ума и все попытки его выключить они не будут иметь значение потому что ум должен работать в логической обработке даже тогда когда вы работаете в этих состояниях но там немножко по-другому и ведется этой программой ума программа обработки обработка информации то есть она ведется больше из разума да то есть здесь тоже свои свои своя разница смотрите мы вот оперируем этими словами когда человек который не читал книг слушает ему может быть сложно сейчас то есть что такое ум что такое разум вообще вот эти процессы я же тоже хочу быть молодым вот казалось бы скажи мне раз два три как мне стать молодым как мне прыгнуть на одной ножке и плюнуть себе в зеркало растереть и тут же чтобы изменилось изображение ну так вот вот и получается что вся жизнь плюнул зеркало постарел плюнул постарел клиата стен на самом деле мы вот хочу быть до хочу быть молодым хочу омолаживаться там ли в молодежи да на самом деле не хочу вот четко не хочу если хочу помой зеркало вот чем тише твою зеркало тем более молод выглядишь. Начинается все с этого. Все равно без очистки зеркала ты не можешь пойти в работу с программным обеспечением. Когда мне говорят, программное обеспечение это я осознаю и признаю и отменяю программы старения и еще что-то. Это пук в воздух. Это просто пук. Это просто пук. В большом городе. Он вообще не имеет в подсознании никакого значения. Вы можете 50 раз признать программы старения. Ничего от этого не изменится. Ничего. Первый шаг, который человек начинает делать серьезно по омоложению и по тому, чтобы изменилась его жизнь, это работа со своим зеркалом. Он убирает то, что он нагадил за свою жизнь. У себя же. Вот это работа с собой. И она дает очень хороший эффект. Я не просто так вначале начала говорить про репродуктивный период. То есть у нас много уже на сегодняшний день случаев. Много. Это ни один, ни два, ни три. Когда женщины нам пишут. У меня был климакс. У меня начался цикл. И у меня изменилось тело. У меня заблестели глаза. Муж увидел меня другой. У нас восстановились сексуальные отношения. И так далее. Вот я говорю. Вот те, кто смелый, можете снизу под роликом написать. И у меня, и у меня, и у меня. Потому что у нас уже много такой обратной связи. Я знаю. Девчонки будут смотреть, и они будут об этом писать. Потому что это реальность. И получается, что вот этот вот момент, вы работаете с зеркалом, у вас включается осознанность. Вы осознанно выбираете жить дольше, жить в здоровом молодом теле. И вы работаете со своим подсознанием. Да, там есть психотехническая база со сдвиганием на 20 лет. Это тоже наши наработки. Они тоже очень эффективно работают. И по физиологии это проявляется возвращением цикла у женщин. Ну, мужчин. Не знаю, не пробовала ни мужчинам. Пишут нам больше женщины. Пишут и о таких откровенностях тоже. Поэтому это вот все, что касается омоложения. И когда мы читаем, что вернулся цикл, мы понимаем, что вот на сегодняшний день с этим человеком уже можно работать серьезно по программному обеспечению, именно по работе с программами старения. А здесь уже только работа из очень глубинных состояний. И вот, например, из этих состояний у нас вчера на курсе кармой род был очень хороший момент такой, когда конкретно мы раскручивали родовое ядро и вышел ресурс конкретно по молодости. По роду, по тому, чтобы род начал размножаться, чтобы появлялись в роду дети, чтобы женщины начали выходить замуж и так далее. То есть род отпустила, и пришел ресурс, и практически он сразу почувствовался яичниками. То есть пришел ресурс на омоложение. Потому что в роду уже есть женщины, которые не вышли замуж, и чтобы еще, еще, еще продлить вот этот вот ресурс. Это все не мистика, это все тайны нашего подсознания. Если ты четко работаешь с глубиной, если ты четко подбираешь психотехническую базу и удаляешь поломку, там психотехнические базы разные. И я еще раз обращу внимание, в надсознании, если вы начнете работать психотехнической базой подсознания, у вас не будет результата. Вы должны четко всегда держать, с каким тетраэдером вы работаете, с какой стороны вы находитесь. Вы до зеркала, или вы после зеркала, или вы в середине. И каждый раз, под каждый момент своя психотехническая база. Поэтому, когда вот раз, два, три скажите, как мне подпрыгнуть, пукнуть, топнуть, чтобы стать молодой, сходите к косметологу. Пускай он вам делает подтяжку лица. А те, кто хочет без подтяжек лица, те, пожалуйста, к нам. В нашем случае тогда можно будет говорить о том, что вы действительно будете иметь здоровый внешний вид. И это ваш внешний вид. Согласитесь, что сейчас вы послушали все это и внутри себя отметили программку. То, что мы все стареем. Заметили это? Обратите внимание. Вот она программа. Прям в живом виде. Ловите ее и удаляйте. Да. Потому что действительно программа старения копируется ребенком вот с момента рождения и далее. Она скопирована. Все. И это не одна программа. Там много программ старения. К ним еще добавляются программы здоровья, например, болезней. Бабушка колет укольчик, и она внучку говорит «Ой, внучочек, и ты будешь стареньким и будешь колоть укольчики». Тум! И программа стала. И таких вот моментов их очень много. Я поэтому мамам всегда говорю «Пожалуйста, растите своих детей сами». И если ваши родители или бабушки, дедушки больны, пожалуйста, объясняйте, что «Ты не будешь болеть, у тебя все будет хорошо, ты здоров, у тебя тело будет молодое и да глубокое». И вот это вы своему ребенку закладывая в детстве, вы ломаете ту информацию, которую он уже накопировал от бабушек с дедушками. И от вас. То есть это все идет методом копирования. И потом активируется через лень. В тот момент, как человек начинает прятаться, останавливаться в развитии, а сюжет должен писаться, он должен писаться по интересу, а интереса не хватает, силы не хватает, ресурса не хватает, и фух, идет старение и идет смена тела. Потому что всегда интересно жить в детстве, а в старости уже жить неинтересно своей жизнью. Тогда уже интересна жизнь детей, внуков и так далее. Вот это размазывание. Вот это размазывание и дает старение. Это связанные процессы и их нельзя разделять. И вдруг, Арню, еще просьба рассказать про взаимосвязь, внедрение подмен в нашу цивилизацию и увода человека от осознанности и ответственности. Подмены – это означало сделать главным мотивом действий людей поступки для сохранения жизни физической и для комфорта, и для тела физического, чтобы закрыть от людей искреннюю жизнь из чувства любви, искренности. а если бы не случилось этих подмен в психике человека, то каким бы мог быть путь развития? Смотрите, вот что сразу бросается в глаза? Бросается в глаза попытка вынести ответственность на кого-то или на что-то. И неважно, на кого и на что. Неважно, на кого и на что. Важно вынести. Причем, это происходит автоматически. Варианта, что есть только одно сознание, которое играет в эту игру и которое проявлено в каждом персонаже, такого варианта человек не допускает. В силу научных концепций материя отдельно, она объективна, а человек отдельно. Он субъективен. И если следовать логике материалистов, то смотрите, как это лучше показать на примере. Ну вот, не так давно я слышала лекцию черниговской. И вот она там рассказывает про мозг, что только мозг определяет нашу жизнь. И мозг надо загружать сложными программами для того, чтобы человек развивался. Это обеспечит более сложное развитие человека и так далее. А если мозг грузить тупостью, то соответственно будет деградация. То есть развитие человека определяет мозг. Смотрите, что происходит здесь. Есть некая объективная реальность, куда человек вынес Бога. Человек не хочет быть дьяволом. Он уже его убрал из себя, то есть он не дьявол. Он же в церковь ходит, значит он не дьявол. Двоих вынес. Здесь уже пустота осталась. Но у человека осталось физическое тело. И в физическом теле есть мозг, который определяет, как жить человеку. Вот человек этот мозг тоже выносит, этот мозг развивается. И все это в объективной реальности. Он уже все это вынес из себя. Психика это распознает именно так, как мы сейчас говорим. Человек вынес бога, вынес дьявола, а сейчас он еще вынес мозг. В объективную реальность. Скажите, а что осталось? Остался кусок тела без мозгов. Ну что, не так? Где логика нарушена? Так. Остался кусок тела без мозгов, который ходит на работу, выполняет определенные действия, писает, кушает, какает. Он родился, дожил до старости, умер. Родился, дожил до старости, умер. Робот-автомат. Робот-автомат. Который выполняет программу и не отвечает ни за что. Когда-то, когда мы только начинали инфодайинг, мы четко видели, что у людей по-разному устроены психические структуры. Есть разные связи. Есть люди, у которых зазеркалье практически оно работает только на выкачивание информации. Обратная связь туда отсутствует. То есть осознаний и озарений ожидать от человека этого не приходится. То есть это исключено по тому, как устроена его психика. У него просто зацикленная программа и эта программа работает. Вот это тот случай, когда человек вынес Бога, дьявола и мозг. Если он ему не нужен, как-то использует или потеряешь, да, use it or lose it, да, вот, либо вы используете, либо вы потеряли. Вы его вынесли, вы вынесли ответственность на него, все, значит, он уже не с вами, в вашей психике его нет. В вашей психике осталась программа ума, отделенная от разума. А разум он там, он в зазеркале. Более того, он не просто в зазеркале, он еще в глубинах, да, и получается, что вот эта вот разумная часть в человеке отсутствует, но в нем полностью сформирована надсознательная, реальная часть, и эта часть полностью автоматическая, программная. И человек программа, он очень удобен, он очень удобен с точки зрения производства материальных ценностей. Но с точки зрения осознанности, с точки зрения пробуждения Бога и так далее, это все отсутствует. это очень глубокая фаза сна человека. Очень глубокая фаза сна его сознания. То есть разбудить этого человека не в этой жизни. Если заглянуть вовнутрь, то там очень-очень-очень много чего надо удалять с точки зрения информации для того, чтобы у человека вообще-то что же я делаю в этой жизни? Или чтобы он вообще задал вопрос, а зачем я живу? То есть у него даже эти мысли в голову не приходят изначально, потому что они полностью отключены, потому что разум отключен, разум заменен программой ума. А программа ума, она ведь это кусочек разума, выделенный кусочек на игру, и он очень жестко ограничен, и ограничен жесткими концепциями. Правильно, неправильно, это может быть, это не может, это научно, это не научно, а кто тебе дал право так поступать, а так нельзя, а так, а так, вот. И, кстати, тот же самый аутизм, это вот когда уже человек ограничен, и когда рождается ребенок, он настолько его ограничивает, что внутри не остается разумной части вообще. И ребенок впадает в аутичное состояние, потому что количество ограничений, которые к нему прилетели, причем ограничения могут быть на разном уровне, прививка это тоже ограничение, это может и физические планы, психические планы, духовные, душевные и так далее. И в зависимости от того, на каком плане у человека произошло вот блокировка, человек во внутренний попал, некому играть. Поэтому аутизм, и начинается работа с аутистами с тем, что просто сносятся все ограничения, сносится поломанное программное обеспечение, и предлагается загрузить новое. Методом копирования, единственный вариант, который установлен в психике, дети копируют родителей, взрослые копируют коллективные, взрослые копируют друг друга, все равно копирование, мы развиваемся копированием, и лишь незначительная часть человечества развивается еще через осознавание и через подключение разума. Да? Если человек считает, что накопление в памяти чужого материала это развитие, то неправда, это перегрузка компа и это деградация. Поэтому все, что касается вот этих вот заучиваний, зазубриваний и повторений чужих речей, это все про деградацию, это ни в коем разе не про развитие. Это все автоматическое. Это автоматизм, да. И вот этот вот мусор, между прочим, в дальнейшем блокирует включение вот этой разумной части, потому что диск забивается чужим, чужими какахами, которые человеку на самом деле не нужны. Поэтому вот когда мы говорим, возвращаясь к ответственности, да, когда у человека все вынесено и мозг вынесен, то человек начинает играть вот в эту вот игру с объективным. Он тогда не создает, а он тогда играется. И тогда он влиять на то, что происходит, не может. То, что мы говорим в инфодайинге, когда мы возвращаем ответственность за жизнь себе, то нам вообще пофиг, какие были до нас цивилизации, что они там вносили, выносили, зачем и как поступали люди и что там в их развитии кого-то беспокоило. Нас волнует момент здесь и сейчас взятие ответственности за свою жизнь на себя и научиться создавать свою реальность такой, какой мы хотим. создавать, а не пытаться умом перелопатить прошлое. Помните заявку на счастье вот это обрубание? Вот, мы это очень часто практикуем, но обрубить можно в балансном состоянии, да, а вот в состоянии баланса, чтобы прийти, иногда нам приходится все-таки отцепиться от прошлого. Но это не немножко, а совсем другая тема, и она, тема из глубины, она совсем по-другому раскладывается. Поэтому даже рассуждать про внедрение подмен и так далее, и так далее, внедрение это все над сознанием. И вот смотрите, когда вы вынесли мозг в объективное, вот сейчас мы про внедрение поговорим, и он вам не принадлежит, так кому же он принадлежит, господа? Он же кому-то принадлежит? Да, он принадлежит этому коллективному, объективному. Да, коллективное формируется из индивидуальных. Ну, во-первых, когда ты мозг вынес, уже про индивидуальное говорить не приходится, да? А во-вторых, наверняка есть тот, кто осознает вот эту вот часть и говорит, слышите, вот эти ребята вынесли Бога, дьявола, мозг и так далее. Есть вот эта вот часть в психике и этой частью можно управлять. И вот тот, кто осознает, а осознают это только через субъективное, господа, только через субъективное. Через коллективное вы это осознать не можете, потому что мозгов не хватит, потому что они вынесены. И вы тогда сами себе противоречите. Это даже нелогично. А осознать можно и субъективного. Для этого надо расшириться и осознать все то, как устроен мир психики человека. И когда вы это осознаете, вы осознаете, как, чем, когда руководствуется человек, в какой момент, совершая какой поступок, и где, какая информация прописана у него в психике, вы можете управлять абсолютно всем. И тогда мы можем прийти к коллективному и в коллективном обнаружить, что программы старения прописаны именно там. Что человек рождается без этой программы. Он рождается Человек рождается без нее. Представляете, но тогда как ее оттуда удалить? И вот это самый интересный вопрос, который на сегодняшний день в книгах не описан, но к которому мы очень плотно подошли, на котором мы очень плотно сидим. Но это именно вопросы перепрограммирования и даже уже перепрограммирования не индивидуального, а коллективного. Эти книги выйдут значительно позже. Они сейчас в экспериментах. На самом деле инфодайинг это так интересно. Это бесконечное путешествие в себя. И каждый раз ты открываешь новые слои, новые знания. Эти знания достаешь. Ты понимаешь, эти знания были на самом деле. Они есть описаны в книгах, в сокрытых книгах, которых нет в широком доступе. Но эти знания были, потому что когда мы их достаем, мы знаем, что они уже писались. То есть мы повторяем их. Но мы их достаем, пишем своими словами и так далее. А на самом деле это все путешествие в глубины себя. И здесь есть, наверное, один риск. Вот один единственный. Путешествие в себя, оно абсолютно безопасно. Максимум, что вы можете это заснуть и просто прохрапеть время, которое вы должны были путешествовать в своих глубинах. То есть нанести вред невозможно. как нанести вред искренностью и открытостью? Да никак. То есть инфодайинг это абсолютно безопасно, это абсолютно штука невероятная, которая дает невероятные возможности, с одной стороны, а с другой стороны она абсолютно безопасная. Но здесь есть только один риск. Какой? Я вот думаю озвучивать его или нет? Вот и я задумалась. Короче, инфодайвинг это здесь интерес, он просто живет. здесь находишь находишь столько для себя ресурса, чтобы жить. Какая там старость, какая там смерть. Ты просто здесь у тебя движение, у тебя раскрытие, у тебя столько возможностей, столько интерес. Здесь вот просто каждый раз все больше и больше ты кайфуешь от жизни, от того, что она у тебя есть. Ты просто благодарен сам себе за эту жизнь. Я говорю, у меня мурашки, потому что вот это действительно здесь, как ребенок, который маленький, ему интересно на это, цепь, у него глаза горят, это, вот это об этом. Вот здесь вот это так, инфодайвинг, это об этом. И ты помогла мне найти ответ на вопрос. Вы знаете, здесь есть риск повзрослеть. Да, точно. Здесь есть риск перестать быть ребенком, вот этим, который искренне все делает из интереса и сесть на трон. Вот этот риск, а за троном всегда следует эшафот. Вот этот вот риск, он, наверное, единственный. И пока человек его не осознает, пока человек стремится и видит, а трон бывает разный, он бывает надутый, он бывает золотой, он бывает с короной, он бывает с жезлом, там еще с чем-то, что наворотите. Но это про власть. Так вот, как только у вас в голове возникла мысль на эту тему, вы уже на этом троне. А следующий шаг это эшафот. И пока вы не осознали этой игры, инфодайинг получается будет тормозить вас, останавливать, и у вас будет ограничение только над сознанием. Подсознание в зазеркалье вас не пустит. Туда могут пробраться только те, и войти в глубины уже подсознания зазеркалья только те, у кого вот эта часть уже в балансе, свернута в точку, и они говорят, это не моя игра. Вот это одно, один риск, один риск, и этот риск, он как раз-то описан в книге инфодайвинг над сознанием, достаточно четко, потому что он там описан в образах, в самых сумасшедших образах, образах, которые... Которые человек себе позволить не может. Да. Он считает это сумасшествие. Да, и он сразу говорит, блин, это чеканутая, они там путешествовали, хрен знает где, в своих фантазиях. А на самом деле там описана та часть, которая самая рискованная для тех, кто приходит в инфодайвинг, приходят именитые мастера, гуру, психологи, врачи, мы же такие самые хитрые, мы знаем, как с клиентами работать, мы знаем, как вас продавать, мы знаем, как вам книги лучше писать, мы знаем, как за вас содержание там исправить, мы знаем, а на самом деле вот ровненько это грабли двухсторонние, и мы каждый раз видим и говорим так, и этот стал на грабли, и этот стал на грабли, и пока человек на граблях за зеркали, закрыто, а вот когда человек искренний, ребенок осознает, что ему интересно вот именно сама суть, само содержание, за которым он идет, открывается все, открывается, и сюда может приходить любой человек, и знание именно здесь, это магия знания, у ребенка нету сужения, у ребенка, вот он маленький, у него все, у него расширение, а сужение только у тех, кто повзрослее, чем ребенок, и каждый раз все сужение, сужение, согласитесь, Иисус Христос и говорил, будьте как дети, блин, вот это об этом, иногда приходится вспоминать религию, там тоже бывали умные вещи, кроме ограничений, вот так как-то, поэтому не стоит пенять и выносить ответственность на объективное, и какая разница, кто там, кто к кому внедрял, просто вот попробуйте вообще вот как только, попробуйте словить себя когда-нибудь, если, конечно, получится, малейший вынос, вот допустим, да даже в жизненный случай какой-нибудь там вас, где-то вас задели, и вам обидно, да, и вы начинаете выносить на этого человека обиду, а вы просто посмотрите на себя в этот момент, верните вот эту вот ответственность за тот инцидент, и вы увидите, если только вы будете искренне сами собой, вы увидите, что это вы, на самом деле, вы где-то что-то не доглядели, зная при этом, что это может привести к этому, зная причем, где-то что-то не так сделали, поленились, и при этом зная, зная, заранее зная, что если этого не сделаешь, будет вот так, вот просто попробуйте, но для этого надо быть, конечно, искренним сам собой, и будут удивительные вещи, просто произойдут удивительные вещи, это на самом деле очищение своего, как сказать, зрения, или как сказать даже, на самом деле, потому что мы живем во лжи и в линии, и только... в королевстве кривых зерна, да, и только это осознать так сложно, потому что мы бежим, сломя голову, чтоб только не призна... от самих себя, чтоб только не признаться в этом самому себе, никому-то. Посмотрите, даже здесь я не выношу ответственность на кого-то. Мы сами от себя бежим, и все больше запутываемся в своей лени, своей лыжи. Да? А еще хочу сказать в конце выпуска этого, что у нас пошла в коррекцию еще одна книга. Мы о ней никогда не рассказывали. То есть мы говорили, что будет книга, эта книга называется «Книга, которую написали мы или истории особенного чата». Эта книга пойдет на широкую аудиторию, эта книга будет недорого стоить, она будет скорее всего продаваться и в интернете, и в широкой сети магазинов, мы сейчас ищем варианты издания именно так. Эта книга для огромного количества людей, которая приводит в порядок мозг. Тот мозг, который человек вынес из себя и возвращает его на место. То есть это моменты осознаваний, озарений, моменты открытия себя, моменты искренности. И писали эту книгу не мы, писали эту книгу мамы из чата. «Им большое спасибо за нее», и будет еще книга, которая будет помогать и им, и другим людям проснуться. То есть это искренние истории, искреннее осознание, озарение, искренние, вот эти моменты искренности. И вот конкретно выбран материал, проделана работа, писал Александр Зайцев, и проделана работа конкретно по выборке материала, который приводит к осознаниям, озарениям. И я знаю, что вот когда эта книга пойдет на широкую аудиторию, очень большое количество мам, имеющих детей аутистов, будут иметь первые результаты. очень большое количество мам откажется от тех терапий с дрессурами, с тренировками, которые не нужны детям, с ограничениями, с психотропами и так далее, когда ребенок становится удобным. В силу того, что наступит осознавание и помогут в этом мамы, которые писали искренне, они ведь тоже прошли этот путь, когда давали лекарства, когда дрессировали, когда кричали, когда бились, пытаясь прорваться в развитии, пытаясь достучаться до своего ребенка, чтобы он услышал голос мамы, а на самом деле мама билась с собой, чтобы услышать себя. И вот это биение, трепыхание в поисках найти себя, услышать себя, стать собой настоящей, искренней, вернуться к мужу и вернуть здорового, искреннего мужа и так далее. Это все в этой книге. Это книга, которую читаешь и плачешь, она реально охрененная. И вот эта книга уже в коррекции, и мы ищем страну, где ее будем издавать, потому что это первая книга, которую мы хотим запустить через широкую сеть магазинов и через онлайн-формат. То есть это та книга, которая пойдет массовым тиражом. потому что наши книги, они понятны не всем, они понятны психологам, они понятны аудитории, которая имеет боль и которая хочет закрыть эту боль. И она начинает заниматься, читать, и она трансформируется. Наши книги очень глубокие, они будут уходить на профессиональную аудиторию, на более узкую аудиторию, на осознанную аудиторию. А вот эта книга, она первая, которая просто включает мозг, просто включает искренность и открытость, когда человек плачет, потому что он чувствует сердцем, что это правда. И это кайфово. Первая книга пошла. Девчонки из чата, ждите, ждите, эта книга настигнет и вас. Те, кто писал, получат эту книгу обязательно. И мы знаем, что это будет, как только мы сможем ее договориться, где мы ее будем издавать, пока мы прорабатываем издательство. И параллельно корректор уже с ней работает. И, наверное, все на сегодня. Все на сегодня. Присылайте вопросы, с удовольствием ответим в следующий четверг. До встречи, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...